Я всех приветствую! Добро пожаловать в первый урок японского, в первый урок, где мы уже будем целенаправленно расширять наш словарный запас. И уже в этом плейлисте будут появляться алфавиты японские хирогана, катакана и время от времени канджи, то есть китайские иероглифы. Итак, начнём. Фраза «Мне очень нравится кофе». И обратите внимание, для того, чтобы написать кофе, мы используем алфавит катакана, а всё остальное написано с помощью алфавита хирогана. Ещё раз повторим. Если мы эту фразу превратим в вопрос, то это всё у нас прозвучит как И если у нас такой ответ. Вот, мне очень нравится кофе, я люблю кофе, то мы скажем Рассмотрим следующую фразу. В том магазине я купил камеру. Ну или я купила камеру, если девушка говорит. Это получается вон в том, в том магазине, который расположен достаточно далеко. Это переводится как магазин. То есть камеру я купил. В наших предыдущих уроках мы выучили, что работать по-японски будет В этом уроке мы выучим эквивалентную фразу. И фраза прозвучит как Это у нас переводится как работать. И такая у нас фраза, с каких пор, с какого времени вы работаете. Рассмотрим, как пишется фраза. Я не понимаю. Переводится как я не понимаю. В двадцать восьмом уроке мы выучили фразу «внутри». У нас, если я правильно помню, была фраза То есть что-то имеется, что-то существует внутри чемодана. В этом уроке мы выучим фразу «перед». То есть перед зданием, перед магазином. Находиться перед чем-то будет Например, «находиться перед магазином». Это пришло из английского. Это как синоним у нас «department store». В японском языке мы говорим это как «депато». Но это как раз таки вот этот символ означает «имеющий отношение к магазину». Депато но маэ де аримас. Допустим, перед магазином что-то имеется. Подождал. Подождал или прождал на японском будет Это «я прождал» или «я подождал». Прождал один час. Прождал один час на японском будет Это переводится как «один». Можно все это обозначить с помощью хироганы, но можно также обозначить с помощью канджи. Я думаю, несложно догадаться, что вот этот символ канджи означает «один». Полностью предложение прозвучит как И прочитаем еще раз. И опять же таки обращаем, что француз в качестве примера Вот эти четыре символа у нас написаны с помощью алфавита катакана. Все остальное является комбинацией хироганы и канджи. То, что было заимствовано у китайцев. Рассмотрим буквально пару фраз и уже продолжим в следующем уроке. В итоге он пришел. Кимаш-така. Кимаш-така. Пришел ли он? Кимаш-така. И такой ответ «нет, не пришел». И вспоминаем наше отрицание «и-е» Это переводится как «нет». «И-е» кимасен-дещта. «И-е» кимасен-дещта. «Нет, не пришел». На сегодня все. И услышимся с вами в следующем уроке. Всем спасибо и пока. И если вы досмотрели до этого момента, если вам вдруг приятно поддержать этот канал, то буду рад увидеть вас у себя в патреоне. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok